Я сражусь против одной из лучших молодежных команд в Украине прямо сейчас. Чуваки самые большие премиальные, которые получали. Премиальные, КВ приехал, ёбка. Это вообще... Сами, ну это не смешно. А как проходят тренировки, на что идёт акцент? Ой-яй-яй-яй-яй! Он плохо сыграл, то улыбнули с командой. Как, кстати, настраивались перед Динамо, чтобы вынесли 2-1? Сколько гривен штраф? В своей жизни, как бы, я неоднократно обыграл Шахтер и Динамо. Чуваки, у меня есть шанс заиграть в большой футбол? Допустим, даже в вашей команде в основе, к примеру. Просто профессиональный клуб, профессиональный клуб, я вас жду. Йоу, чуваки, всем слюй своим ухо, друзья. Новый день, новый ролик, новая взруба, но... Место знакомо, чуваки. И сегодня, чуваки, я сражусь против одной из лучших молодежных команд в Украине прямо сейчас, ребят. Команда, которая идёт на втором месте в турнире таблицы молодежного первенства. Чуваки, они выше даже Динамо. Это команда, которая не прыгает в чемпионате. Просто вдумайтесь, с 19 августа. Сейчас 16 ноября, чуваки. Команда Металлист 1925. Давайте познакомимся. Музыка. 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 Ребят, ну посмотрите на эту бригаду просто И сегодня, ребят, у нас будет 5 челленджей 5 челленджей Первые луншоты, всеми любимые, без стенки Потому что искусственное поле, потому что на улице, блин, 1 градус, ребят Мы замерзли, поэтому, ну, лайком можно согреть, я считаю, да Второе, чуваки, это удары с открыванием То есть снова такие Стоит вот эта вот движуха, которую я называю манекен, да Оп, отскочил, отдал в зону вкатили, забить 5 раз, отлично Третье у нас будет новая дисциплина Сделаем вывеску, называется комбо от мухи Идет лонгшот, идет пенальти После пенальти сходу же вратарь себе кидает Англию Принимаешь, бьешь, после Англии сходу же Идет подальше с фланга С фланга забить Четвертая дисциплина называется Упражнение с фишками, потому что будет уже 10 фишек Вот как меня, да, я набиваю Подбить, ну помните сейчас, кеши, упражнение Вот сейчас флэсбэки, все понятно, чуваки Последнее, это один в один Я буду куваться против пацанов Ну парень, вообще как в предположениях, кто победит сегодня Без шанса? Егорка Коваль, брат, Саня Ребят, ну я напоминаю Хочу вам сделать еще раз акценте Таким, вот знаете, сейчас красным текстом высветилось Что меня никто не обыгрывал с Академией Никто не обыгрывал Поэтому сегодня, мне кажется Мы ее проглип Поехали! Перед началом этой интересной взрыва против одной из лучших Молодежных команд Украины, я хочу вам сказать, что компания Паримач, мои партнеры, партнеры моего Официальной, оставляют интересный бонус По ссылке в описании, по ссылке в комментариях Каждый выпуск, я думаю, он не менее интересный Этот бонус, как сегодняшняя взрыва, которая сегодня будет И друзья, я хочу сказать, что этот бонус заступен для каждого из вас Он, знаете, вот так вот выглядит, красиво Так вот, как это он Это этот бонус 2500 на первый депозит Для новых пользователей Чтобы его получить, нужно выполнить всего лишь три клика Первое, переходим по ссылке Второе, регистрируемся обязательно на новый аккаунт И третье, друзья, это закидываем на свой игровой счет Минимум 100 гривен 100 гривен закидываем Напомню, хочу тебе, бро, что каждый клик Каждая регистрация, каждый переход по ссылке Нареально сильно поддерживает мою команду в развитии Поэтому я пошел соревноваться А ты переходи по ссылке Камон! Владимир Петрович, ваша команда на втором месте в молодежном чемпионате Не проигрывает 19 августа Обогнал «Динамо Кивда» Расскажите, в чем секрет Как это удалось и так далее Секрет здесь нет Это платформная работа наших пацанов Всего коллектива И администрации Куба Руководство Я думаю, что здесь все в комплексе Сложно Мы, наверное, на втором месте И претендуем, наверное, на первое Наши соперники уже нас боятся У нас каждая игра дается все тяжелее и тяжелее И я думаю, что мы еще к концу сезона покажем неплохой результат Там вот вообще очки прям в притерочку идут Шахтер, ВЫ, РУК, Динамо Скажите, пожалуйста, полутренировочный процесс Давайте поговорим Как проходят тренировки На что идет акцент тренировочный На что вы больше всего так уделяете внимание В первую очередь, как бы, уделяется внимание технической платоке футболистов Все зависит от футболистов Умеют ли они обработать мяч или нет Все с мячом Все с мячом Все тренировки направлены только на мяч Часто разговариваете Можешь, допустим, игроку вам позвонить Сказать, что у меня какие-то проблемы даже в жизни, допустим Либо на поле там что-то не понимают Есть, есть, есть моменты, когда мы с ребятами как бы общаемся И они могут в любой момент позвонить мне И спросить какого-то совета Может быть, есть какие-то проблемы, как мы пытаемся решать Поэтому я всегда открыт диалогу со своими футболистами Я хочу, чтобы они не боялись тренера, в первую очередь Они должны доверять ему С нас будет коммуникация Тренер-футболист всегда будет положительный результат Когда футболист будет выходить на футбольное поле Боится ошибиться Это будет знать, что там тренер будет ругать Никогда футболист с ней не расходится Моя основная задача Задача детского тренера Это раскрепостить футболиста Дать ему доверие, внушить, что он сильный Поэтому пытаемся внушать нашим ребятам Что они действительно как бы сильные И могут претендовать свое место под солнцем А это место, это профессиональный футбол Смотрите, у вас основная часть команды 2003 года рождения или 2002 Второго года у нас получается, по-моему, 7 человек Второго года, третий и четвертый год У нас такая соляночка Ребят, ну что, очень интересно Жура на лонгшотах против меня, бро Пару слов камеру туда-сюда сделать Давай, бро, хорошую, хорошую Не разочаруй меня Ребят, на КМ я приехал, ёбка Бля, чуваки, ну сегодня будет тяжело Вы думаете, я тебя прекрасно понимаете Ну парни, после тренировки, еще раз повторюсь, да Ну интересно, очень интересно Так, ну и куда второй удар? Ааа, ну там вратарь здесь, честно, даже споткнулся Если я не ошибаюсь Так, ну третий Третий Аааа Бро, ну блин, братан Ну там була еле-еле Чуваки, со скольки, с трех ударов два? Ооо, близенько, близенько, близенько Чувак, это вышли, собрались, поджали Так, ребят, он забил два, с пяти, вполне выполнимо Ребят, еще ни разу вообще сегодня не бил поворотом, вообще в принципе не бил сегодня, прикиньте? Нет, это гол Хорошенький Ай-яй-яй-яй-яй Ну как просто Один ещет, блин, ну проиграл 2-1 в этой дисциплине, ребят, сами видели Ножки еще такие подваленные Поэтому вторая дисциплина Удары с открыванием Интересно, посмотрим, кто сейчас победит Уже? Нет, уже сейчас должен выйти Поехали Пацаны, вы идете сейчас на втором месте в чемпионате Вообще, блин, выиграли Динамо Не проигрывали там с 19 августа Расскажите, пожалуйста, как вам вообще Как это получилось, то, что вы там выбиваете гранату крыльского футбола Там Динамо, у вас сейчас, ну, с ними порвано очко Но все равно вы идете выше В чем секрет? Как получается эта сплоченность Либо же где-то там везение, либо заслуга тренера Расскажите, пожалуйста, пацаны Счастливый труд Это наше желание Мы когда только заходили в УПЛ Получается, мы перед этим играли первую лигу И мы ожидали, что будет серьезная конкуренция Серьезные будут команды И мы, ну, очень сильно Нет, мы ответственно поднеслись Ну, вообще изначально Начиналось все летом Подобрали хороший коллектив Нам тренер сразу говорил, что он не будет набирать Много разных игроков Ну, чтобы, допустим, попасть надо было в нашу команду Надо было на голову Выше и нас быть Потому что Роман Петрович, тренеру нашему Ну, как бы нравится наш коллектив И вот как-то мы так все сдружились Хороший коллектив получился То есть все-таки секрет сплоченности То, что вы поддерживаете Как, кстати, настраивались перед Динамо? Чтобы вы вынесли 2-1 На Динамо мы очень сильно настраивались Мы настраивались где-то за неделю Потому что мы знали, что серьезный соперник Плюс еще перед игрой На установке нам дали мотивационное видео После которого, ну, брат Ну, после такого грех Выходить и не просто, ну, не грызть землю Просто оставлять себя на поле Это нарезка, да, ваша? Это нарезка наших празднований Как мы голы забиваем Ну, это просто Я был готов отдать за другого просто себя На этом поле Ну, ребят, теперь понятно, почему они тут На втором месте Потому что парни отдаются Максимально на поле Друз-друг готов просто умирать на поле Поэтому все максимально понятно Как вы себя приятно знаете В прошлом видосе на ютубе Я писал Миши Мудрику по виду видоса Потому что вы разбомбили все комментарии Весь мой директ Миши Мудрика Мух давай, Мудрика, на канал Мы хотим видеть эту зарубу, чуваки И я готов показать Что он мне ответил Так как я обещал Что я покажу в следующем ролике То есть в этом ролике То, что он мне ответил Ну, чуваки Прежде чем я покажу ответ Миши Мудрика на мое сообщение Я хочу вам напомнить О цели 100000 до Нового года Это наша самая, можно сказать Общая цель И она достижима Только общими усилиями Поэтому, бро, прямо сейчас Так вот просто Вот так вот пролистни вниз И там если у тебя Красная кнопка горит, да Подписаться То просто нажимаешь ее Она сера У нас с тобой все отлично И мы смотрим ответ Миши Мудрика Давай, делай это Я подожду буквально 5 секунд И продолжаю Давай Один Два Опять прошло Чувак, думаю ты подписался Думаю справа Отпускать ошибочку Ну, а Миша Мудрик, друзья Прямо сейчас вы видите Вот здесь вот в уголке Здесь или здесь Не знаю, где там Саня Мой дружик мой вставит, да Ответ, которого не было К сожалению, ребят Миша Мудрик мне ничего не ответил Это, честно, ожидалось Поэтому, друзья, вот так Миша Мудрик ничего не ответил Но, ребят У вас есть возможность Ему написать лично Поэтому, возможно Если вы прям очень сильно Хотите видео с ним Пишите ему в дирек Разрывать его дирек Если прям сильно хотите, да Я не заставляю Никого не призываю Ни в коем случае И, друзья, мы продолжаем смотреть Мою зарубу Против одной из лучших Молодежных команд Украины Прямо сейчас Первое это Игра в стеночку Удары с открыванием Поехали, Лёх Не, там вратарь Хорош, бро Хорош, здорово Их Ну не все А там, вот она понюхала да блин неприятный удар очень был поле счет искусственные мячики ну это все отговорки не хочу их слушать от себя даже мне показалось очень сильно летела последний удар лёха только один забил поехали хорош хорош ребят все отлично передар мухи понимать что читать не нужно куда ты читаешь здорово сейчас хорошо да блин ну просто не ребят плохо блин капнул капнул под мяч просто щекой просто щекой просто на сидит опять он читает 3 дисциплина комбо комбо и там я против мне кажется в стане курса буду но не знаю еще точно один один счет чуваки интерес продолжается интересно зруба продолжается ты понимаешь сейчас идет лонгшот потом сразу же точка потом англия сейчас мы все расставим щеки все поймете и это очень интересно это максимально да сразу же как уж на лиду тебя бросает быстро все поймете готов теперь начинать поехали у вас большинство игроков я так заметил просто из вашей команды с авангарда хальковской у19 скажите как проходят отборы вашу команду как вы замечаете футболистов как можно даже сказать не авангард это все воспитанники нашей школы металлисты 19-25 которые один сезон два сезона играли как авангард 2019 это было дочернее предприятие металлистов 19-25 поэтому стараемся делать акцент больше как бы на своих воспитанников то есть если допустим парень против вас будет игроком он выделится вы его обязательно заметите и обязательно как бы у нас есть как бы там солиционная служба которая тоже смотрит игры мы стараемся как бы больше еще сделать акцент на своих местных ребят а иногородних мы смотрим они должны быть на две головы выше своих ребят которые у нас на наличии если у вас сейчас в обоими игрок который вы уже считаете может спокойно играть первой команде металлист 19-25 который возможно даже под сборной и так далее под юношескую какой-то футболист сильный который можете выделить у нас много сильных футболистов которых можем рекомендовать ну на сегодняшний день у нас выделяется это капитан команды юра потенков нас выделяется антон эмаре нас выделяется влад островский как бы сейчас как бы они попали в поле зрения главного тренера сейчас тренируется с первой команды это приятно что наша работа дает какие-то плоды свои и их привлекать первой команды пришло очень много ребят которые еще один день ты которые еще не раскрыли свой потенциал но в будущем я думаю что они пополнят ряды клубов как минимум украины у кого-то с парней уже есть контракт с первой командой металлиста у нас у всех ребят контракты как бы они идентичны что для первой что просто там есть свои нюансы поэтому я думаю что если он закрепится уже первой команде будет переписываться в контракт на более улучшенных условиях что вы считаете самым главным в работе тренера с парнем 19 лет вы для тренера для тренера еще раз для футболиста это важно чтобы тренер ему доверял да то есть была коммуникация не как для тренера мне хотелось бы чтобы каждый футболист на футбольное поле выходя выкладывался на 200 процентов если не будут выкладываться на 200 процентов будет у них результат я вам каждую тренирунку повторяя каждое техническое занятие мы говорим об этом что помимо тренировки нужно еще работать 20 у нас тренирунка там два часа еще нужно 22 часа работать чем чтобы достигнуть большого результата здесь игре то никакого нету секрет только в том чтобы футболист трудился если он трудолюбив он обязательно достигнет того результата которого он хочет в основном у вас вообще вся работа только техники на техника работа с мячом бегать то же самое как бы беговую работу мы стараемся там делать это через упражнение алики мне Брат, бро, нет, 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 брат, бро, спроси у вратаря, у вратаря спроси Да не было, не было Частейший, вот тут открывают Частейший был Пацаны, вратарь говорит не было, значит не было, чуваки, поэтому ну Ребят, я трешечку дал, просто прошайный клуб, прошайный клуб, я вас жду Сань, как думаешь, что он сейчас сделает? Сколько забьет? Я думаю, где-то, может, два Два, ну то есть не выиграет меня Выиграет Так, ну что, поехали, Саня готов, все готовы, Коваль, давай, мы с Саней смотрим с тобой, вот мы с Саней смотрим Давай, Егорка, мы смотрим Все быстро, Егорка, как в игре, поехали Да Хорошо, хорошо, Ангел, Ангел, Ангел Бля, ну как так, ну что он тащит, ну вы-то видел ли Девят, ну такое нет, они, я все, блядь Девят, блин, я как-то хотел, короче, видите, пытаюсь кресту делать, потому что сразу же два забил Блин, Сань, пол хотел тут пяткой принять, но не обессудьте Не хотел тут тоже как-то пяткой забить, в общем, нужно было забивать Ребят, вообще у меня две попытки Из, из восьми ударов, сегодня у меня пять голов С восьми ударом, ребят, думаю, достойно вашего лайка прямо сейчас Счет 2-1, четвертая дисциплина, ребят И это добивание, в котором я тоже очень хорош Поехали Ребят, расписание дня, потому что нам там Динамо рассказывал свое расписание Днепр рассказывал там Яра Кравченко У нас, допустим, часть ребят живет на базе В основном пацаны у нас все городские Утром нас забирают автобус, где-то часов, может, в 10-11 мы приезжаем на базу Вот идет подготовка к тренировке Затем у нас теория, есть там, где мы разбираем нашу игру, которая прошла на выходных чемпионата До треша, да, разбираем? Да, да То есть у вас треша, допустим, в 12, да, вы приезжаете пораньше Идет теория, идет, что будет на тренировке, потом тренировка Да, да, вот получается, если же это будние дни и ближе к матчу дни, то мы разбираем соперника полностью После этого, там, кому к врачу, на растирку там сходить Все здесь, все здесь Да, все на базе у нас есть Кто тренажерный зал, там, хочет что-то доработать, перед тренировкой растянуться Потом уже идет у нас тренировка с тренером по физпо-детковке Вот мы, там, минут 15-20 занимаемся И потом уже на поле Тенировка полтора часа, когда сезон одна тренировка, когда не сезон две тренировки, когда предсезон, да? Два, ну, у нас, получается, на поле даже два часа То есть мы очень трудимся хорошо и очень сильно на поле работаем По поводу треша ваш главный тренер Роман Петрович сказал, что у вас практически нет бегов Нет бегов, все с мячиком, все по-барселонски Заложили, заложили на сборах, когда у нас сборы были Что на сборах было? Ну, расскажи, там, по-любому, такое наса было, чуваки, это сюда На сборах у нас был заезд, получается, у нас сколько там? Двухнедельный, да? Двухнедельный заезд на базу сюда Здесь, да? Да, здесь 25 человек у нас заезжало сюда, и у нас двухразовые были тренировки В утром у нас была беговая, страшно Ну, сначала вот так вот, по ступенечкам, ступенечкам, ступенечкам Начинали с трех километров, потом заканчивали там девяти Это, получается, начинали мы бежать при по тысяче Мы тысячу бежим, немножко пауза, потом еще одна тысяча Потом закончили девять, да? Потом закончили до девять Это мы вот так бежали, с такими головами шли в комнаты Потом шли на вечернюю, ноги просто вообще не держали Потом, ну, невозможно было засыпать, когда ты знаешь, что на следующий день утром тебе надо бежать там Семь по тысяче или восемь по тысяче Но при этом, но при этом у нас и после этих бегов тоже была тренировка утренняя полноценная была Ну, короче, нагрузили вас нормально Первый раз тренер качнул вас, говорит, утром не будет беговой Вы с настроением такие, оп, треши Мы проснулись, бежим на поле, все с мячами, там, все взяли бутсы А нам потом говорят, да ладно, мы пошутили Честно, честно, вот это вот беговые, вот нам в сезоне, оно сейчас, это очень важно Важное вообще, то, что мы заложили на сборах А по поводу поведения, вообще, если вы, допустим, на тренировочке, там, что-то где-то тренеру, там, тут Не, брат, у нас, типа, пацаны, не, те, кто помладше, у нас, ну, бывает Когда только пришли, было такое, что думали, что что-то кто-то может Ну, у нас, мы постарше, мы могли попустить Да, 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 уважение это, но это прежде всего Сань, ну, ты же понимаешь, что если сейчас не выиграете в этой дисциплине, то все Да я понимаю, надо брать и вытаскивать команду Сейчас посмотрим, потому что говорят, что он самый техничный в этой команде Первая попытка, всего будет две Кто, кто быстрее соберет 10 фишек, потому что Саня неплох Кто быстрее, за минуту, за минуту, ой, за минуту, тьфу, за минуту, нет, не за минуту, просто кто быстрее соберет Три, два, один, поехали Так Так О, Господи, я Саня, все, первая попытка, друзья, даже без этого, мандражик играет свое дело Саня, мандражик, чуваки, мандражик есть, думайте, все так просто, я еще раз повторяю, ребят Все, все давнее Поехали Сзади Гонк Ребят, я собрал, вы сейчас осталось, осталось 4 фишки за 50 секунд, осталось 4 фишки, сейчас вторая попытка, у меня осталось 4, я собрал 6 за 50 секунд Санечка начинать, поехали, вторая попытка, два, один, поехали Давай, Санечка Саня, курсов, друзья Саня, курсов, друзья Если вы сейчас две забирают, то все Саня, ну ты же понимаешь, что если сейчас не выиграете в этой дисциплине, то все Мандражик не принял Блин Под ногу, сказал, вы видели Мандражик не принял Ребят, очки, очередная, блин, очередная команда юношеская Саня, это не смешно уже Никто в Украине меня не обыграл, брат Ну, чуваки, сейчас самое интересное, самое интересное, это один в один, один в один Как они меня сейчас будут возить, я против, каждого из них, очень интересно И я также буду их возить, надеюсь Поэтому, друзья, досмотрели до конца, приятно посмотреть, как мы сейчас будем возиться Поехали, счет уже тренинг Вы обыграли киевское Динамо Динамо это гранд, шахтер гранд, все боятся против них играть Как вы настроили парней, что вы говорили в раздевалке, что они вышли, выиграли Методистик на 25-5 Знаете, как бы тут настраивать не надо, потому что здесь важно снять то напряжение, которое есть перед игрой с грандом, с шахтером, с Динамо, да? То есть здесь важно, чтобы они не боялись играть в пол Если они будут бояться, никогда ничего не будут получаться Поэтому здесь задача снять это напряжение, наоборот, как бы еще раз повторяю Подвести их к этой игре Через какие-то эмоции позитивные постоянно Как бы снять вот это напряжение, что их никто играет, держать не будет И я думаю, что они сами хотят обыграть таких грандов В своей жизни, как бы, я неоднократно обыгрывал шахтер и Динамо Ну, Динамо не так, а вот шахтер, как были в моей тренерской карьере, когда работал мне 30-25 с юношами Были моменты, когда мы обыгрывали шахтер Поэтому у нас это, как бы, не единоразовый случай Поэтому я думаю, что те методы, которые мы делаем в нашем тренершном предприятии, они работают Как думаете, сможете продержаться на втором месте до конца сезона, либо же есть задача нашу первую взять? Знаете, как бы, продержаться на втором месте будет сложно, но мы будем эту задачу выполнять У нас нету того потенциала футболиста, который есть у Руха, у Шахтера, у Динамо Какая вообще была цель изначально, я не спросил Изначально, вот, это было, где-то, 5-4 место, да, в серединке Получилось так, что... Знаете, как бы, честно, как бы, руководство перед нами задач не ставит, там, какое-то определенное место У меня задача, это подготовить футболистов в первую команду Как минимум, чем больше футболистов, тем больше будет А по ходу уже задачи, они из-за этого вытекают Почему? Я ставлю перед футболистами максимальную задачу Победа не любой ценой, а победа за счет организации игры, за счет каких-то индивидуальных действий То есть, они должны быть мотивированы тоже на победу Футболисты будут расти и прибавлять только тогда, когда он будет мотивирован Мотивировать победу, это тоже хорошо И последний вопрос Советы молодым парням, которые сейчас смотрят, 18-19 лет Ну, в первую очередь, это должна быть дисциплина Дисциплина в плане отношения к полам Не должно быть никаких фредных привычек Ложиться вовремя, спать, просыпаться То есть, ложиться с мячом, просыпаться с мячом Труд, труд, труд и другого рецепта нет Только есть футболисты, которые талантливые Им меньше нужно работать с мячом Но в плане того, что им дается быстрее Есть футболисты, которые менее талантливые Но они за счет трудолюбия могут достигнуть И переплюнуть того, кто более талантливый Поэтому труд, труд, еще раз труд Все у вас получится Ну, понимаете, я вам повторюсь, что в отборе я не силен В отборе, ну, с мячом силен, сейчас посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимайте Чуваки, я поехал Все, спасибо Я погнал, давайте Как Саня не забил, я хрен знаю Просто хрен знаю, как он не забил Где Саня, ты иди, я тебя ищу Чувак, я отпустил, отпустил далеко мяч Блин, чуваки Отскочили жестко Два-один счет Смурси Штрафы в команде, есть штрафы? Да что-то штраф жесткий какой-то кто-то получал? Ну, естественно, опоздание, там не явка Вот, допустим, штраф, то что без щитков на тренировку Получал, да? Я, да, ну вроде мы двоем получали На теорию есть Сколько гривен штраф? 50% Да Не, на первый раз 25 50% зарплаты? На первый раз 25 На второй 30 Ну это важно В смысле, подожди То есть зарплата есть определенная У тебя польза того, что ты пришел без щитков У тебя половина зарплаты, типа тут? Да, ну нам, смотри, как говорят Нам говорят, это очень важно Вот, смотри, там первое поле Там тренируется первая команда Они тренируются без щитков И нам, тренеры, это и доносит Что вот, ребят, вы здесь работаете Если вы попадаете туда Там будете без щитков, как хотите Парни, за что выгонят с команды сходу? Выгоняют за что? Есть такое? Ну, наверное, поведение У нас такого еще не было, наверное Игра, если плохо играешь Плохо играешь Да, ну, нет, брат Если, например, у тебя игра не пошла У нас тренера, наоборот, могут поддержать Это сказать, типа там Вот, там У тебя там что-то не получилось То есть, там, так и так Делай то-то-то-то-то И у нас на тренировках Постоянно подбадривают пацанов Ситуации не было Когда парень плохо играл Плохо играл И его выгнали за это То, что он просто не показывает На банке сидел Такого вообще нигде нету Типа, что он Если он плохо сыграл То его выгнали с команды Не, могут просто посадить на банку И будет он заново доказывать на тренировках Добивать свое место в составе Чуваки, самые большие премиальные Которые вы получали? Была какая-то победа Либо же заголы У вас это вообще премиально в команде Прежит? У нас 500 за победу Самая большая у нас была Получается Тысяча за Динамо За Динамо Вот Динамо не зря я затрагиваю Чуваки, косарик получили на счет Чуваки, меня сейчас смотрят Очень много молодых пацанов Я всегда так говорю В конце интервью Что вы пожелаете им? Вот они сейчас смотрят Думают Парни в металлисте 1925 В молодежке Идут на втором месте Крутые Ну еще не состоящиеся футболисты Полностью Но у них хорошие перспективы Пацаны, что вы им скажете Парням, которые сейчас смотрят Думают Это плево Работать Только работать Выкладываться полностью на тренировках Как нам говорит тренер То, что любому дадут шанс Как он уже себя проявит На футбольном поле Так он и дальше Будет играть Либо же Если он себя не проявит То значит Ему может не место В составе Либо в команде Уже какой-то в дальнейшем Это конкуренция И поэтому Тут играют сильнейшие Это был металлист 1925 Молодежечка Пацаны Топ Чи Ребят, я уже устал Мне без сути видно Уже, да, движение Уже устал Бро Чуваки, ну что Прошел к концу Сегодняшний ролик Финальный счет 4-1 Такое последний раз было Против Динамо Киева 19 Вот Ну парни после тренировки Поэтому понятно, что они подустали Понятно, что возможно Где-то там несерьезно отнеслись Но, ребят Я думаю, максимально было интересно В первой дисциплине Они победили Но я потом пособрался И так получилось Что сегодня победил Поэтому, друзья Все-таки Ни одна Академия Не выиграла Ни одна команда 19 еще не выиграла Кому еще поехать Обязательно Напишите в комменты Какому игроку Какому клубу Возможно Какой-то первой команде Да УПЛ Обязательно напишите Чуваки Я считаю, что Ну Видос Ну примерно Примерно Да, плюс-минус 7 тысяч лайков Ребят Потому что все ждали металлист Все ждали металлист Сегодня я пообщался С главным тренером Пообщался С пацанами Пообщался Зарубились на поле Обязательно Подписка на канал Потому что Сто тысяч до нового года Вполне выполнимая задача Выполнимая задача Сто тысяч до нового года Вполне С вами был Муха Дальше будет еще больше Всем пока